Псалом 14. Собъяснение. Добродетель избранных. Псалом 14. Кто достоин пребывать перед Господом? Господи, кто может пребывать в жилище Твоем? Кто может обитать на святой горе Твоей? Тот, кто ходит непорочно и делает правду, и говорит истину в сердце своем. Кто не клевещет языком своим, не делает искреннему зла и не принимает поношения на ближнего своего. Тот, в глазах которого презрен отверженный, но который боящийся Господа славит. Кто клянется хотя бы злому и не изменяет. Кто серебра своего не отдает в рост и не принимает даров против невинного. Поступающий так не поколеблется вовек. Откройте для себя силу Псалом 14 и важность чистоты пред Господом в этом вдохновляющем видео о Доме Господнем. Присоединяйтесь к нам, когда мы исследуем стойкость тех, кто, безусловно, кто верит в Бога и окончательную победу над злом. Подпишитесь сейчас, чтобы получить больше контента о пути к спасению и более близким отношениям с Господом. Псалом 14. Комментарий. Краткое описание. Первый стих. Кто может обитать около жилища Господня? Кто чист мыслями и делами? Третий. Кто ни словами, ни поступками не причиняет ближнему зла? Псалом 14. Цель этого краткого, но превосходного Псалма – показать нам путь на небеса и убедить в том, что для собственного счастья мы должны быть святы и честны. Христос, который есть путь и в котором мы должны пребывать, как на своем пути. Он показал нам тот же путь, который здесь описывается. Если же хочешь войти в жизнь вечную, соблюди заповеди. Матфея 19, глава, стих 17. Этот псалом, во-первых, поднимает вопрос, побуждает спросить о пути. Во-вторых, ответ на этот вопрос. Весь оставшийся текст Псалма направляет нас пройтись по этому пути. Стихи со 2 по 5. В-третьих, уверенностью в безопасности и счастье тех, кто отвечает этим характеристикам, изложенные в заключительной части Псалма, мы получаем ободрение идти по этому пути. Стих 5. Путь к небесам и его простые, но важные условия. Псалом 14 – это краткое, но невероятно мощное произведение, цель которого – не просто нарисовать картину небесной жизни, но показать нам путь, ведущий к ней. Он, словно компас, указывает нам необходимость святости и честности, которые являются фундаментальными принципами для достижения счастья и вечного блаженства. В этом Псалме прослеживается явная параллель с учением Христа. Он, будучи путем, как Он сам себя назвал, являет нам ту же самую дорогу, о которой говорит Псалом. Иисус в беседе с богатым юношей прямо говорит, «Если же хочешь войти в жизнь вечную, соблюди заповеди». Это Евангелие от Матфея, 19 глава, стих 17. Это утверждение, как и весь Псалом 14, подчеркивает важность следования Божьим заповедям, как неотъемлемой части пути к вечной жизни. Путь в небеса. Псалом 14, подобно мастерски составленному путеводителю, структурирован таким образом, чтобы помочь нам не просто узнать о пути, но пройти по нему. Вопрос. «Господи, кто во дворице в жилище Твоем? Кто будет жить на святой горе Твоей?» И Псалом 14, стих 1. Этот вопрос, звучащийся в самом начале Псалма, подчеркивает важность поиска ответа. Более того, побуждает нас к размышлению о принципах, которые подобны и необходимы для достижения духовного совершенства. Ответ. С первого взгляда ответ может нам показаться простым, но он глубоко проникновенен, ходящий непорочно и делающий правду, и говорящий истину в сердце своем. Псалом 14, стих 2-3. Псалом подчеркивает важность не только внешнего проявления праведности, но и духовного состояния, чистоты сердца. Ожидание. Он не клевещет языком своим, не делает ближнему зла своего, не поносит соседа своего, стих 4-й. Вдобавок, Псалом учит нас, что настоящий путь к небесам спрятан не в религиозных ритуалах, а в простом человеческом отношении к окружающим, в доброте, честности и искренности. Благословение. Презирающий нечестивцев, а боящийся Господа. Он тверд в решении своем, не поколеблется, доколе не восстанет на противников своих, чтобы истребить от земли все нечестивые. Псалом 14. Это гид по жизни в Боге. Псалом завершается прекрасной метафорой твердости духовного война, непоколебимого в своих принципах, неподдающегося соблазнам и нечестью, и стремящегося к тому, чтобы мир очистился от зла. В целом, Псалом 14. Это гид по жизни в Боге, указывающий на необходимость праведности и честности во всем. Он оживляет веру, показывая, что путь к вечной жизни доступен каждому, кто хочет последовательно идти по нему. Избранный Господом. Избранный Господом – это те, кто следует Его заповедям и живет по Его воле. Они не стремятся к материальным благам и мирским удовольствиям, а посвящают свою жизнь служению Богу и ближним. Их добродетель проявляется в милосердии, сострадании, терпении и любви к ближнему. Они не ищут похвалу и признания, но их добрые дела не остаются незамеченные перед Господом. Те, кто достоин предстать пред Господом, несут на себе ответственность за свои поступки и слова. Они стремятся быть подобными Христу и следовать Его примеру во всем. Их добродетель – это не только внешнее проявление, но и внутреннее состояние души, которое отражается в их мыслях, словах и делах. Предстать пред Господом – это большая честь и ответственность. И избранные, кто обладает добродетелью, должны всегда помнить о своей миссии на земле и нести ее с достоинством. Их добрые поступки и вера в Бога будут вознаграждены в вечности, а путь к небесному царству будет открыт для них. Пусть каждый из нас стремится к добродетели и достойно предстанет пред Господом, чтобы получить Его благословение и милость. Добродетель избранных – это не просто качество, а священный дар, который Господь дарует только самым достойным. Те, кто обладает этой добродетелью, обязаны предстать пред Господом с чистым сердцем и непорочной душой. Они являются примером для других истинных верующих, ведь их добродетель не только приносит им благословение, но и вдохновляет окружающих на подобные поступки. Если вам понравилась запись или вы получили слово «Откровение от Духа Святого», конечно, поставьте лайк. Когда вы ставите лайк «Мне нравится» или делитесь рассказать друзьям, в результате вы помогаете служению спасения и распространению Божьего Слова. Подписывайтесь, делитесь и передавайте привет братьям и сестрам. Аминь.